итак снова здравствуйте дамы и господа мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и мануального массажа сокращенно бтмм называется и сейчас мы рассмотрим методы диагностики перед мануальной правкой перед снятием функциональных блоков перед тем как мы будем работать с костями вот этот хруст раз когда он слышен да изначально нам в этом поможет осмотр пациента визуальный то есть тогда когда нам не нужно мрт рентгенограммы иметь да иногда можно сразу помочь человеку так скажем в походных условиях они часто обращаются и на пляже и в аэродромах и даже в метро когда поезд качается это обращаются люди сразу опытным глазом это просто вам тоже придется опытом это видно сразу и сразу понимаешь где что нужно подправить подкорректировать назовем даже это знаете как не медленном лечении скорая коррекция позвоночника и костей в данном случае у меня ассистент катерина здравствуй еще раз и сразу если вы смотрите фронтально да то видно у нее искажение вот смотрите плечо одно чуть выше если мы равняем руки видим что но ну там чуть чуть на 5 мм получается потом мы видим что шея наклонена вот сюда вот в сторону и голова тоже наклонена чуть в эту сторону уши от этого тоже видно что вот это ухо выше можете поближе подойти чтобы посмотреть ухо выше то есть у нее голова идет с искривлением откуда у нас начинается искривление некоторые считают что от позвонка атланта это первый позвонок который находится под черепом он смещается и компенсационно влияет на весь организм сверху вниз второй вариант смещения это от стоп до бывает анатомические от рождения разная длина ног разное положение костей стопы но но и видим что вот у него есть третьей степени плоскостопие но она одинаковая да а вот эти косточки вот не чуть-чуть разные сейчас мы еще лежа это дополнительно проверим у нас получается что левая косточка лимона когда чуть выше так теперь смотрим но чаще всего как раз искажения бывают из-за тазовых костей потому что наш организм рождается пупка соответственно центр организм здесь да и как бы растет и вверх отсюда от крестца и вниз соответственно компенсационно-торно организм начинает эти искажения выравнивать если мы значит смотрите первую причину скорее всего на самом деле не из-за головы идет и не за шею а скорее всего либо со стоп либо с тазовых костей потому что рождается человек зарождается в этой матери от центра от пупка да и косточки тоже начинают расти от крестцового сочинения крестцово-позвоночного крестцово-подвздошного вот эти подвздошные кости да и соответственно если они изначально искривлены да то искажение идет и вверх и в позвоночник и вниз в стопы то есть прежде всего мы будем проверять его организм так устроен что он если какие-то искажения есть он компенсационно-торно начинает себя исправлять отсюда и S-образные искривления сколиоза потому что таз пошел например вниз до позвоночник соответственно позвоночник искривляется вот так но ему надо выпрямиться в эту сторону а верхняя часть грудного отдела в обратную сторону и в итоге как бы организму кажется что он выравнивается бывают даже такие случаи когда у человека мы уже видели кости черепа тоже немножко разные один глаз выше другого получается ниже чтобы выровнять глаза он нагибает голову вот так а потом так упрямляет получается ему кажется что венекулярное зрение но горизонтально то есть он точно его видит для этого соответственно давайте сразу проверять таз вот эти вот ямочки помните я вам говорил да методом пальпации щупаем их с костями медленными и уже видно вот что вот этот гребень выше примерно на сантиметр видно там да я просто отсюда видно но можно поближе вот проверяем дальше коленки на одном уровне нет коленки на одном уровне проверяем плоскостой плоскостопия в данном случае одинаково не поближе но одна косточка внутренняя берцовая разве не получается выше чем это право надо выше чем на левом объект это точно можно проверить когда мы сядем на стол так мы исключаем влияние стоп да и видим только позвоночник таза все равно выше до соответственно возможно крестец совершенно парадоксально получается крестец развернут вот так а таз развернут выше поскольку мы видели у левой ноги что она выше косточка да но соответственно скорее всего это из-за того что таз развернут вот сюда передний гребень идет так немножко назад и опускает крестец немножко вот сюда так вниз происходит давайте вам просто чтобы понимали на фломастер покажу то есть к тазовым костям вот он гребень да вот с моей стороны тут крестец соединяется да к нему крепятся ноги сбоку ну и ну мужской женский таз во первых отличается знаете чем да не только шириной а еще тем что мужской таз он строго вертикально у него гребень получается горизонтальный а женский таз немножко развернут вот так вперед поэтому у них усиливается лордоз замороз у тебя достаточно слабо здесь практически практически кифоз начинается что такое лордоз кифоз да сначала про ноги соответственно вот если ровный таз до ноги одинаковы передний гребень ушел вверх нога вот это углиняется ведь скорее всего но вот так вот это и произошло теперь проверяем как идет в какую сторону направлен сколиоз скорее всего он должен пойти вот сюда потом в грудном отделе вот сюда это мы пока предполагаем пока еще не смотрю да то есть он был по идее должен идти вот сюда в правом грудном отделе влево и здесь либо он переходит сразу в шею еще один загиб делать вот сюда для этого давайте проверим лежа ложись пожалуйста голову сюда на живот не смотри да можете взять смотри что еще один из метод диагностики вот мы сразу когда смотрим как в прицел на бугры их организма да вот резиновую дугу видим что она вот приподнята до со стороны видно даром отсюда правая часть получается сильно приходит не годится тоже правая часть сильно приподнята вот эти вот ямочки со стороны видно тоже она приподнята справа получается скорее всего когда у человека сколиоз в принципе видно что пошел на носку права ведь ой влево влево скорее всего когда вот это ребра на дуга приподнята то астиста отростки у нас будет немножко ротированы вот сюда то есть сколиоз чаще часто совпадают с ротацией далее можем медно пальпации проверить все шейные позвонки соответственно это делается достаточно просто мы берем позвонок зажимаем до чтобы было видно и смотрим его сочленение соединения с соседними сегментами если больно то немножко потерпи потому что тут надо достаточно глубоко можно делать как одной рукой как с двух сторон двумя пальцами так и противоположным рукой вот особенно если мы положим пальцы на вот эти вот ямочки вот особенно женщины хорошо видны видно даже можно пометить ломастер вот они уже видно что одна ямочка прошла чуть выше да теперь смотрим где вот кистиц переходит в позвоночник смещенный относительно его позвоночника вот тут прощупываются очень тяжело для этого можно попросить пациента в наш от назад вот плавно нагибаться руками вниз начинается с плечей надевайся стоп 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 вот в этом положении тоже кстати можно заметить реберные дуги вот такая выше до искажения вот здесь очень хорошо открывается сейчас пока нам грудной отдел покажите выше 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 покажи вот так вот где мы можем пометить если есть какие-то искажения вот ими и вот этот позвонок немножко ушел вот сюда этот немножко ушел эти рукой на месте получается вот этот пока визуально на месте пока мы еще не знаем но поместим видите это чуть сюда ушел чуть сюда так шеи тут не видно еще чуть на вниз пожалуйста тебе потерпи катерина вот ну если сейчас не прощупывается можно это лежа посмотреть пока я предварительно нарисую до метода диагностики не хватает одного вот это пить ушел вот теперь нагибайся еще ниже так выпрямись и постарайся наклониться до той степени нас досок усилку доставить о нормально вообще отлично ты наверно спорта занимаешься балетом вставали нет просто фитнесом в нее гипер гибкость это отлично если достает кончиками рук касается это норма себя чуть выше нормы так теперь еще раз нагибайся а мы смотрим держим пальцы и смотрим по костям о смотрите насколько вы стерлась насколько вот эта косточка ушла выше это ямочка до поднимайся вот она ходит ведь она опустилась ниже ну тут почти почти вровень и не стоят еще раз давай опускайся и пальцами смазать стоп но видно да что вот от позвонка вот теперь кстати прощупывается сам позвонок остистые отростки и мы видим что уже асимметрии да тут расстояние разная да вот это чуть выше ямочка вот кстати вот так вот они поднимайся поднимайся немножко ходит вот она чуть-чуть буквально выше да значит крестец у нас развернут вот так да проверяем гребень подвздошной кости вот ощупываем видно видно да что вот это выше правую часть почти на сантиметр выше вроде бы кажется как так произошло здесь ямочка ниже гребень выше да это я вам еще раз на на камеру скажу значит вот наш таз он должен быть но мужчина вообще горизонтально да вот это уровень гребень подвздошной кости со стороны больших пальцев у меня крестец у женщин таз наклонен вот так немножко к нему крепится ноги с боков да и вот сейчас вот они вот на одном уровне да если гребень спереди вот как у нее слева и спереди гребень повернут вверх да левая часть повернута вверх получается что вот эта нога чуть выше становится это короче да но это еще не значит что это именно так произошло там процессе жизни может быть у человека изначально одна нога другой длиннее это часто бывает один там сантиметр иногда до трех сантиметр даже бывает разница помните вот эту загадку когда путник по лесу ходит ходят и ходят кругами делают круг всегда в левую сторону потому что левая нога считается всегда чуть-чуть короче этой ногой шаг делает чуть короче круг достаточно большой пользу человек вот кругами то есть и анатомически это бывает от природы да мы еще должны проверить либо это приобретено функциональные изменения так что мы дальше можем увидеть если у человека сколиоз то в принципе видно что расстояние между рёбрами не стоит ничего не случилось между рёбрами и локотком она разная два пальца проходит решилась ну вот тут чуть ширина можно соединить руки вот так себе спереди нужно к себе вот по вот этим расстоянием до спереди это не очень заметно будет заметнее же также соединишь сзади получится девушка гибкая у неё сразу видно ведь разные треугольники чуть-чуть чуть-чуть меньше вот тут меньше да ты имеешь уши ли она стояла это за месяц даже когда рука просто висит вот это со стороны шили это говорит о том что позвоночник скорее всего до грудном отделе делать поворот в левую страну да так он делаю это влево а поясничные позвонки давайте начать они должны если то сразу вот так да так учились это время выше да они должны идти вот сюда то есть с образно мы пока предполагаем пока еще не диагностируем точно и вообще запомните что массажист это все-таки не врач не хирург да он сто процентов не может дать диагноз только может предположить как правило в опыт с опытом предположения все процент точности больше и больше не да пока мы только предполагаем мы ищем ищем дальше где что то есть скорее всего я собрали а ты знаешь что все собрали в диагностике спросите человека часто они знают свои проблемы хотела дело рентген мрт конкретно знаешь что но остеохондроз это на самом деле нам не о чем говорит остеохондроз что вы понимали это часто врачи либо изолений либо времени хватает что-то еще они все болезни списывают все остеохондроз и все даже ювенальный название остеохондроз такой есть типа ну в юности уже детей даже появляется по сути остеохондроз это да на самом деле остеохондроз это дегенеративное деструктивное изменение костей с возрастом человека по сути только после 40 после 50 лет он начинает больше больше усугубляться он это не болезнь которую взял и вылечил это стиль запустили не но дальше выпустить то он увеличилось усиливается да это некоторая ну жизненная давность свойством рано или поздно у всех начнется вот поэтому это не методы лечения это методы еще раз предупреждаю коррекции и предупреждение будущих заболеваний то что человек в данном случае уже входит на профилактику да ходишь на массаж вот и будешь ходить на терапию вот твой мастер у нас тут предоставлен так значит вот еще метод диагностики спросить и что было конкретно там позвонки не названы какие я не запомню ну вот можно в следующий раз прийти с желательно допросите что пациент приходил с март и но мы сейчас пока предполагаем что с-образно пошел вот тут вправо здесь влево до шею он не затронут то есть компенсионаторно если таз повернут вот так получается грудной отдел вот так в шее может быть вот так поворот до обратную сторону то есть организму кажется что он себя выравнивает вот так здесь она кривой остается но они вот этого шейного нету да и вот так продолжается шею достаточно большая дуга идеи так что мы можем еще как понять что остеохондроз вот боком вытяни вот спокойно вышла и соедини закрытыми глазами за связи его ладони вместе соединили до расслабься вот пальчиком немножко видно что вот эти чуть вперед если нету страха но зато несешь на ровном будет соответственно если они вышли вперед то мы подразумеваем что у нас вот эта часть грудной клетки ребра да они тоже поддаются вперед пока запоминаем пока запоминаем раз почему я говорю что вперед поддаются обычно остеохондроз он всегда совместим с ротацией позвонков то есть скорее всего грудном отделе позвонки чуть-чуть ротирована вот так сейчас мы по систематруском проверим и соответственно вот это сейчас грудной клетки пошла вперед сюда чуть-чуть это у меня незначительно можно даже это понять по языку вытащить максимальный язык вперед незначительно не видно по вот этим другом языка иногда видно одна выше ниже поднимается но у него незначительно поэтому не сильно видно дальше можно проверить по напряжению мышечного каркаса просто методом пальпаться прощупываете да и смотрите где больше напряжения вот с этой стороны больше напряжения поэтому наверное это плечу и тянешь немножко вверх да теперь расслабшие наклонения наклони вот проверяем мышцы спины симметрично они или нет напряжены или расслаблены случае неважно вот тут напряжена большего со стороны боковую мышцы соответственно соответственно мы подразумеваем что скорее всего эти мышцы они тянут шею чтобы ловили мужскую табосы будем расслабляться больше усилий делать вот на эту ключу позвонок атлант не имеет остистых отростков нам говорят позвонок атланта самый первый который держит череп и сейчас скажем ладно не говорить в общем он лежит на бугорках у черепа специально есть бугорки вот здесь вот здесь которые его держат ну должны пойти держать ровно да но часто бывает даже при рождении когда за трубу матери вытаскивать ребенка спиралевидно вытаскивает и сворачивает прямо с детства позвонок и он так все же на человек ходит и думает что ему нормально привыкает человек ко всем привыкает к хорошему и плохому его очень легко поставить назад на место также легко его вывихнуть даже когда человек лежит там телевизор смотрит долго на боку а потом резко вскочил у него уже смещается этот позвонок и потом он не знает не понимает откуда у него образуются головные боли мигрени там метеозависимости и так далее на самом деле смещенный позвонок он передавливают вот тут есть две магистрали артерии питающие мозг у них всего две передние да рациционные и задние задние артерии они делают под череп на такой небольшой загиб потом входят в дырку черепа во вход а если он смещается у него нету остистых отросток вес поперечные они передавливают понимаете в этой артерии очень часто бывают диагнозы что одна артерия практически не питают мозг наполовину закупорена так что правка атланта сейчас мы этим займемся она очень большое значение имеет поэтому мы можем проверить вот эти артисты отростки с боков надо обойти эти боковые мышцы без шеи только вот мы его чувствуем что он находится вот здесь все-таки он ратирован здесь его боковой отросток хотите может пощупаться как бы мышцы обойди мягко да видишь там больше да причем значительно больше да вот как мол что мы можем дальше понять дальше мы проверяем наклоны своими руками ты сама не не делала надо сюда и сюда смотрите сюда наклоняется все-таки больше но у нее еще здесь зажим больше да когда вы сюда наклоняем мы чувствуем меньше и сразу мышц на другие смотрим сразу вот мы их будем расслаблять функциональные блоки снимать теперь поворот просто переговору сюда вот примерно подбородка можно просмотреть сколько пальцев уладит теперь другую сторону о сюда еще больше посмотрите на три пальца у нас видите а вот стороны поверни сюда четыре пальца ведь давно поворот больше больше получается это говорит о том что в эту сторону ей мешают верхние позвонки скорее всего c1 c2 это атлант c1 и c2 это аксис да вот атланта ну и ладно потом схему нарисую атланта из отверстия нижняя позвонок он имеет зуб аксис он аксис ось по-разному русский сгорели древней греческой древней латинский латинский вот он осью является вокруг которого собственно говоря и крутится голова вот значит в этих двух позвонках у нее проблема с права получается понимаете вот поэтому она не может было туда конца повернуть все на место на место ставь так что мы еще стоя можем понять про реберные дуги я вам говорил да теперь давайте то же самое проверим лежа катерина пожалуйста вот как я вам говорил самое первое это тайги визуальная присаживаемся и смотрим прямо вдоль а ты вот прямо вдоль выступов тела человека как прицел смотрим мы видим что другом выше до пятки даже разы в разные страника до пятки вот это ягодица выше до ни одна точка тоже выше вот эта точка ведь который нарисована пятки ну они примерно одинаковы но мы смотрим не по самим пяткам а вот по вот этим косточкам и одинаково практически практически не принципиально значит основная проблема у нас в крестце далее вот мы начали рисовать и методом пальпации лежа как раз у человека очень хорошо это вот проверить соответственно что мы делаем можем одним пальцем до с одной или с другой стороны можем двумя пальцами можем двумя руками неважно как но как правило подушечки больших пальцев они самые чувствительные настолько чувствительны что на доли каких-то микрон могут изменить расстояние или доли градусов температуру измерить знаете большого скелеза и умею не вижу даже не первой степени скелез только самая самая начальная степень еще раз все равно видно что расстояние здесь короче я предполагаю что уже вот который справа вот очень хорошо кстати чтобы человек до сеансов пришел с мрт до суши узнал вы проделали ему курс лечения и потом он еще раз ходила сделаем артельных на то что дорого для некоторых да но это очень будет фактически доказывать и ему и вам что вы справились с проблемой есть динамика прогресса иногда сколиоза бывают очень страшно и там 2 3 степени сейчас он сейчас нет таких людей да и вот эти минимальные изменения которые вы ему сделали там в течение месяца да он может быть визуально ты не видит перед зеркалом человек привыкает на кистерику ему нормально да он к этому привык визуально даже сильнее воспринимает а вот диагностика извините третье лицо должно быть доказательство третьего лица называется вы обязательно об этом просите чтобы он сделал знаешь как толтунут себя пошел все равно влево даже сами позвонки не рисую к сожалению кожа сдвигается все таки не попадаешь на самом деле находится почти ровно а можно все гоня вот чуть-чуть если заметно да вот тут пошли вам и сюда сгибаться здесь пару позвонков пошло но практически ровно и неровно ну какая-то группа вот она ровно идет да ведь и опять куда-то ретированы сама вот повернут позвонку вот из проблема в основном у нее в шее и в тазу за счет исправления этого все основное тоже укрепиться но я там чуть-чуть как-то тут чуть сюда чуть туда вот они вот это мышцами да потому что да кстати да может быть это и не реберная дуга повернута это можно тоже проверить тем что могут мышцы убираем может помочь смотрим саму дугу помните он говорит он снизу ныне вот вроде бы на месте значит это тонус мышечный тонус здесь больше он соответственно тянет чуть пути сюда здесь больше не тянут куда логично да вот а нам надо исправлять шею и поясницу так давайте признаешь как встань на локте примите гуляр на столу чтобы опирались до голову опускаем вниз стой с камеры с стороны чтобы было видно тебе видно в камеру отсюда очень хорошо видно что они расходы не видимо выше выше счет видишь вот эти пошли в сторону так вот теперь чтобы было видно вот эти побольше до соединение локти вместе поближе да вот они развернулись голова висит вот так очень хорошо можно прощупать смотрите у нее второй позвонок тоже повернут в ту же тоже в правую сторону третий слабо прощупывается вот четвертый месте и ты вместе так тут кожа сползла поэтому сотрём вот скорее всего тут их два вот они плохо прощупываются самая выпираемая косточка это какой позвонок 7 7 шейный да у людей часто бывает еще первые 21 1 грудной выступают до тоже один этаж два тоже иногда будет выступает чтобы вы не ошиблись можно попросить поставить пальцев сбоку да и ну или прям на позвонок и попросить поднять голову подними вот опусти вот 7 чина позвонок будет совершать движение туда-обратно двигается 1 грудной не будет двигаться подними голову вот ведь он не двигается попробуйте проверьте кто хочет чтобы не ошибиться 7 ли ты любит так вот у нас вот эти позвонки молотуши упирают они еще и еще немножко звен так проверьте сами чтобы попробовали вот так вот параллельные сегменты вот проверьте вот смотрите если тут ровно катя потерпи потерпите руки начали затекать уже то есть вот и если вот это у нас является за основу то вот эти два позвонка они свернуты вот сюда и кстати и шея тоже у нас право да и а вот этот проверьте второй посмотрите звенок тоже повернуть справа скучно на эту сторону да если не так явно видно он очень сильно упирает на широкий до его видно почему плохо хорошо там прощупывается проверьте вот соответствие вот этих ямочек костей гребня под зажим кости да и но тут нарисовано правильно неправильно там пощупать муха почувствовал до чтобы там даже все ложись а то затекут руки да 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 просто ложись вот проверяем если человек с полным желудком на привлечь да как-то на науке перекосился у пластиков такой бывает либо он просто криво лег да немножко поддернуть и выровнять проверить вот когда я выравниваю смотрите сразу видно что вот эта косточка видите на левой ноге она получается выше помните и гребень ноги и подушных костей у этой ноги получается выше да то есть нам надо будет вытягивать вот эту ногу сейчас опуская гребень так теперь катерина можешь развернуться на спину а подожди подожди столь не жили сейчас еще небольшой небольшой сигнальный проверим вот смотрите вот эти помните вам показывал где если дальше нет выходит да вот в этих местах да больше видно минус больно одинаковые или вообще не больно слева больше вот туда скорее всего это есть какое защемление теперь проверяем пяточку не сильно да насколько позволяет функционально достать где-то так до четыре пальца примерно здесь после процедуры я вам гарантирую что многие будут но массажных к сожалению сейчас мы больше на мануальную терапию до воздействия после массажа вот этих вот грушевидных мышц не будут нога полностью прикасаться так а теперь развернись пожалуйста да прям с первого раза вот вот с этой стороны мы проверяем насколько у него таз повернут насколько ноги давай камеру с этой стороны показывай вот вытягиваем ножки смотрим вот так вот по пяткам пятки вроде ровная за вот сверху сверху нету так сверху 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 смотри вот так вот вот пятки ровная до смотрим по косточкам практически ровно и да а теперь попытаюсь сесть ноги на месте да просто садись на стол на боку села да сидишь прямой спиной вот видите пятки чуть 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 сместились смотреть сюда нога поднялась выше видишь а пятки посмотри я тоже тоже ушла видишь пятка ушла это нам говорит о том что вот можешь лечь обратно она все вернется в уровень вот смотри опять не вернулись уровень да это говорит о том что у нее все-таки не нога короче от природы да а это приобретенная приобретенная значит лечится здесь можно посмотреть просто по высоте вот этих косточек вроде бы они вот именно досмотрите вот это выше потому что это пошла вверх это больше выбирает или правильная это вот это надо для девушек теперь по ребрам смотрим другой практически одинаково с колес черном по лопаткам но не стали смотреть стоит ладно все к нам этого достаточно для того чтобы понимать что делать да сейчас все таки сидела за партой криво на да возможно это здесь уже все климось с детства такой за более на самом деле сейчас лучше из этого момента пока я не занималась меня прям когда я стояла было очень сильно видно что у меня с одной стороны но но и физически потом я начала заниматься спортом вот чем раньше начаться заниматься дать ему легче я считаю повалу тещу предполагаю что тут много чаще конечно другую так значит смотрите мы вывестили продать это продолжение предыдущего ролика до мануальной правки конкретные девушки выяснили что у нее вот этот тазовые кости гребень возложить кости стоит на месте он немножко вперед выбирает больше чем а этот гребень пошел назад и таким таким образом стал выше чуть сократив вот эту ногу чуть-чуть это буквально 5 миллиметров и при этом опустив крестец вот эта точка косточка с одной стороны соответственно мы можем предположить что пояснично-бедерные мышцы которые лежат внутри брюшина вот там это нет как от всех пяти позвонков они идут и поднимают и выстилают еще мышцы гребень подвздошной кости подвздошной там внутри они соответственно могут быть перенапряжены для этого проверяем ногу и поднимаем по 45 градусов по 45 градусов отводим и разворачиваем по 45 градусов держи ее так держишь вот легкое нажатие в принципе держишь конечно слабенько так теперь вот эту ногу для семейства мы должны просто проверить пациентов отводим держи ее и сопротивляйся о видите как сопротивляется здесь гораздо лучше тут мышцы работают значит вот все мышцы они скорее всего спазмированы скорее всего они там сокращены и в принципе сейчас в работе не участвую поэтому давайте мы их немножко расслабим для этого мы конечно глубоко не заберемся да но немножко поверхностно вот функция показал и лизинг какой чтобы на косточке не давить отодвигаем чуть славку кожи заходим туда не больно терпи 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 сейчас пока я до них уберусь и просто медленно тянем ждем когда расслабиться мышцы и фасции не не давим резко ничего не да уж не мягко дать и а но у тебя тянем от того места так никакими разными вот этого места вот на это достаточно ну там минуты 2 все зависит еще от чувствительности ваших пальцев они должны почувствовать что как бы ткани начинается под них выползать к теперь мы вот эти мышцы будем расслаблять здесь тянуть их вот туда а вот эту косточку да мы тянем туда таким образом сокращая эти мышцы растягивается понимаете да процент наоборот обратной стороны дыши животом спокойно невольно дышим и расслабляемся все далее прием можно использовать вот такой когда мы упираемся ну так скажем здорово так называть себя свои свой гребень положено костюм а другую ногу за 100 за стопу растягиваем таким образом это нормально блок стопе снялся но за то что мы с тобой не стали все разогревать поэтому они потихонечку будут могут везде уходить вот мы растягиваем здесь еще не здесь еще раз смотрите как это дело с поворотом я чувствую как у нее сухожилия усягивается за стол только не держись держим держим до разворачиваем этому корпусе говорю чтобы не руками дергались сильно да вот это мягко саммедленно мягко смотреть вот она лежит мягко вот таки вот тут я все достаточно мягко держу чтобы не навредить человеку таким образом я вытягиваю вот это вот тазобедренную левую часть расслабляю крестцово-воздушное сочинение с той стороны не можете сразу проверить посмотрите вот эти косточки да они стали на одном уровне теперь перевнес пожалуйста на живот да можно в дырку можно я просто не люблю дырки потому что когда шея работаешь это не мешают вот ямочки еще раз обрисовываю уже ровнее доставлен не до конца вещь какой но у меня просто не такой сложный случай просто решается теперь смотрите вот что еще можно сделать мы растянули когда тянули какую ногу вот эту мы растянули вот эти вот пояснище крестцово сочинения да вот еще раз повторяю где они находятся тоже расстояние почти сравнялся да вот это было ближе хорошо вот крестец да а вот тут гребень подвздошной кости он кстати выпирает и вот эти вот мышцы вот вот эти вот мышцы на и как правило никто не обращает внимание из массажистов прям хочу забывают они как раз очень важные вот мы их растягивали да ну предварительно естественно желательно все это массажем сначала убрать вот то что мы проходили там на втором занятии затем то что я говорил сегодня да вот и про кого-то про другую девушку говорят нет про парня вот тут не больно да получается вот эти которые как раз и снимается с собой в стороне больно вот это лево да вот 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 слева сильнее видишь потому что мы сейчас себе растягивающих надо разминать достаточно глубоко и потерпи вот можно вот ну просто понимаете мануальной терапия она не должна быть разрывно от массажа это все параллельно делается массаж подготавливаем а мы вот начали просто достаточно резко поэтому все потерпеть чуть все вот так вот растерли размер размяли сейчас будет тебе легче так какой много вот это будет значит нам надо вот эту часть наоборот повернуть вверх тогда для этого мы можем сделать вот такой еще прием про это рассказывали только там высоту ногу ноги подбираешь по находит что этот болезненную часть я больше полевая какая максимальная . там видимо прям дырочки ямки они самых болезненную часть нет вот и по положении ноги выбираешь где наименее по безболезненное будет место ну выше ниже поднимали и потом тоже тоже компрессии остыть не муж ну давай здесь сложно делать дети сейчас больше всего даже если сейчас в этом допустим это положение вот здесь в этом положении вот сейчас меньше ай вот здесь вот поботься сейчас расслабься сейчас там уже просто за это поиска я в данном случае говорю непосредственно про лечение вот какое мы еще можем сделать мы заметили что гипертрофирована мышцы с этой стороны соответственно чтобы их расслабить есть после изометрической релаксации такие приемы когда мы начинаем достаточно быстро без массажа это можно делать вот смотри я буду поднимать вот это бедро до отела пускай не силой дави получается мы пока тренируемся так а вот тут я буду давить на ребра а ты поднимаешь вверх с этой стороны постарайся так молодец все опускай вот это эту ягодицу и эти ребра не трогай еще раз только только одними этими ребрами да получше все все опускай вот теперь смотрите в противофазе могут эти мышцы ну кстати говоря это квадратные мышцы до сюда ходит да и и частично еще вот эти паравертебральные вот смотри надавливаем а ты сопротивляйся давай тут бедро вниз на задержке дыхания выдыхаем еще раз на тазом сильнее выдыхаем еще раз тазом сильнее выдыхаем вот тут санс какой-то блок да вкусно было с той стороны мы сделал делали вот так да а сестра мы будем делать наоборот вот тут я буду поднимать доверен вниз не без таза вместо вниз вот все все молодец а тут поднимает нас вверх о молодец так на вдохе еще раз еще раз все молодец отдыхаем вот можете проверить теперь смотрите мы сняли напряжение вот это гипертонус не до конца ну или прощупать и пальцами да он слов меньше не только не до конца но меньше да со стороны и таким образом мы снимали еще напряжение вот в этих сочленениях писал подвздошных да ну вот без массажа конечно сложнее но но я немножко другой прием хотел показать когда мы вот это бедро вот у нас ушло вперед да а это у нас на месте по идее стоит да но для случаев когда наоборот вот это бедро якобы было бы развернуто вот так да мы бы на него давили с этой стороны раздвигая вот эти сочинения в данном случае нам сильно не надо на него давить нам больше надо давить на крестец с этой стороны раздвигая все таки вот эти левосторонние сочинение понимаете только ваш это хрустнуло что у тебя нет сама не поняла где хрустнуло где-то хрустнуло вот все приемы трасту так называемая это вот когда хруст слышно да мы не делаем сразу запомните это не надо прям так раз подошел и хрустнуло а сначала раскачиваем подготавливаем вытягиваем человека да и только после этого вот когда там после трех четырех пяти вот таких вот манипуляций он готов после этого мы нажимаем все так ну можно проверить конечно выше гребен все равно выше но вот эти зато на месте стоят точки ну визуально даже видно да вот я просто нажму видно да что они на месте так если все-таки до конца а у нас вот эти позвонки пошли как вы помните нарисованы были вот сюда сдвинуты да то мы тогда будем поворачивать делать скручивание человека вот в эту сторону до чтобы позвонки разве но для этого мы кладем человека на противоположную сторону на вот эту левую в данном случае одну ногу и наоборот эту камень вперед это сюда ну во первых до руку под голову во первых мы можем одновременно это и диагностика и такая правка когда мы ногу держим легонечко и манипулируем можно если человек тяжелый живот опереться а здесь это рукой нащупывать и позвонки которые нас интересуют вот или 500 и проверяем как он ходит жестко выпирает или нет 4 вот или 3 так и осмотреть вот если под прямым углом это или 5 чем выше хотим забраться до или один мы поднимаем много выше 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 до сюда ходит у меня все на месте просто вот за счет легкого массажа и сейчас будем делать манипуляцию для этого смотрите есть три подхода так скажем три позы разные сейчас все пройдем вот одна поза вот такая да вот человек лежит так на руке этому как вперед до нога подпендикулярно и мы находимся к человеку спереди для этого мы будем упираться сейчас вот в этот гребень подошли кости которые выпирают да ну удобнее там вверх уже вот так не достану своей косточкой локтя и буду упираться да эту руку я буду упираться в плечо уже чуть хрустно еще не сделал чуть-чуть ну совсем чуть-чуть вот другой способ когда мы воздействуем на человека сверху вот это больше нравится но я вообще-то все-таки рекомендую сделать знаете как вот чтобы эта рука была впереди голова сзади лежала до этого к назад так у него больше уже идет скручивание опять же упираясь вот в эту косточку здесь выпираюсь в плечо мы практически грудную клетку вот и третий способ на мой взгляд самый эффективный когда человек лежит также но у него вот эта рука сюда идет это рука в принципе нам мешается поэтому можем брать куда угодно либо за голову либо за себя нужно здесь мы упираемся снизу вот смотрите дело в том что до этого мы упирались перпендикулярно стал параллельно столу перпендикулярно ее тазобедром суставом да а здесь у нас в чем хитрость мы снизу будем подавать и скручивать вот так а корпус мы будем скручивать вот сюда весь корпус и что еще очень важно что мы не давим не на подмышку некоторые шуба такое делают или рука здесь не давит на плечо плечо больно бывают здесь вот точки очень болезненно и по узлам и не передавливаем поэтому я вместе с этой рукой видите поворачиваю всю грудную клетку еще раз сам прием показывать теперь опускаюсь ниже вот отсюда я вот эту куточку нашел раз-два-три пока еще не сделал и потом цену если человек бывает жесткий даже жесткий да мы ему помогаем растянуться еще больше за счет того что много упрямляем пытаюсь выцепиться за стол так жить вот его нам собраться можно чуть спустить чтобы играла роль тяжести ноги сама помогали когда будет еще эффективнее усилия мы делали тракцию сделали раз тоже поэтому да это как бы для обещающих программ показываю все развернулись обратно на живот на живот и давайте теперь нарисуем точки вот вот проверяем гребень козлышной кости вот смотрите встал на место давайте щупайте все все подходите кто может щупайте проверяйте лучше стало лучше место проверяем мы проверяли время мы проверяли вот эти точки относительно оси оси позвоночника мы симметрию проверяем болезненность как одинаково сейчас уже нет вообще не больно так а вот здесь уменьшится было меньше достаточно боли но не так до после приема всегда есть достаточно боль это нормально так теперь давайте чтобы к шее отдельный переходил закрепим материал сами да давайте нажимать паузу а если вы к нам не приходите